Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает члены общественной палаты Кировской области, журналист Владислав Крысов. Влад, привет! Добрый день! Мы начнём с очередной кадровой потери. Говорим об уходе руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Альберта Гутнова. На прошлой неделе было объявлено о том, что он ушёл по собственному желанию. Илья Шульгин, сети-менеджер, которого только что был у нас в программе «Урбан», он объяснял причины ухода следующим образом. Слишком много претензий, не справился, вот поэтому и написал по собственному желанию и ушёл в отставку. Как ты относишься к этой отставке? Считаешь ли, что она была обоснована? И следовало ли позволить господину Гутнову, если так много было претензий, уходить по собственному желанию, или надо было его уволить? Во-первых, мне кажется, это моё личное оценочное мнение на этой программе. Во-первых, мне кажется, что Мавра сделал своё дело, Мавра может уходить. Все эти люди, Менькин, Гутнов, они знали, куда они идут, непонятно, зачем они шли, то есть это непонятно нам. Им, наверное, это было понятно. То, что был разыгран этот двухлетний контракт, на таких условиях, на которых он разыгран, абсолютно было ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Моё личное мнение, что вообще, в общем-то, для этого он сюда и приезжал. Для чего для этого? Для того, в том числе, чтобы разобраться с этим самым двухлетним контрактом, который вызывает очень много вопросов. И сейчас очень удобно всё валить. Как раньше всё говорили, вот Менькин сбежал там, да, будет ещё 10 таких Менькиных и 10 таких Гутновых, если не поменяется система. Система, при которой работает вся вот эта вот организация с нашей дорожной инфраструктурой. Вот у меня такое мнение, что он абсолютно всё прекрасно понимал и знал. Он никаких иллюзий не питал, наверное, как только он увидел все эти контракты. Никаких иллюзий он не питал, что он здесь сейчас устроит революцию и у нас Киров будет вычищен. Мы видим то, что мы видим. Ничего не поменялось. Если не сказать, что стало хуже. Кто-то говорит, что кое-что где-то меняется. Ну, я не знаю, это кое-что, наверное, такое маленькое и очень необозримое. Что вот вам у Худгутного. Считаешь ли ты, что система, которую, я так понимаю, из твоих слов ты обозначаешь как ущербную, эта система не позволит городу справиться ни с зимней, ни с весенней, летней уборкой в должном порядке? Вот Шульгин говорит, что потребуется городу, например, три года еще, прежде чем он начнет чиститься, зимой как следует. И в летний период мы будем избавлены от пыльных гор, потому что песок сыпать будет еще три года. Ну, нас уже начинают готовить. На мой взгляд, это точно такая же история, если у вас есть земельный участок большой, да, сад, огород, не знаю, там дача, 40 соток, к примеру, да, и вы пять лет не занимались ей, а наоборот делали все, чтобы она была как можно загаженнее, да, и потом, чтобы ее привести в порядок, у вас уйдет действительно три, а может и больше лет. Ты сейчас говоришь о наследии прежней администрации, да? Да, да. То есть, если намеренно все создавалась такая вот городская инфраструктура, намеренно или не намеренно, наверное, не намеренно все-таки, она создавалась вот по каким-то, может быть, другим причинам, хотя в части в какой-то и намеренно, то сейчас это все приводить в порядок, и это причем касается всего. И садиков, и школ, и парков, и дорог, и озеленения, и действительно, да, я понимаю, что сейчас мы опять будем в песчаных бурях, придет лето, а еще весна придет, мы еще до весны не дожили. Слушай, ну мы только констатируем сейчас эти факты, а изменения-то от чего зависят? Только ли время? В том-то и беда бегать и махать шашкой всех, накажем всем, мы всех уволим, гутнов плохое, гутнов уходи, а если проанализировать и копнуть глубже, почему гутнов плохое, почему гутнов уходи, то там очень много всяких элементарных вещей, начиная вот с того же самого контракта по уборке города, где там сейчас вдруг, когда у нас декада там до конца зимы остается, да, чего-то начали где-то вывозить, вдруг какие-то нашли точки соприкосновения с эвакуаторщиками, да, всю зиму-то мы куда смотрели? И это в том числе, на мой взгляд, происходит из-за того, что люди не знают наш город. То есть люди, которые приходят им руководить, они его не знают. Причем даже самых элементарных вещей, вот допустим, тех, которые случились 5 февраля, когда опять весь город у нас встал, а вопрос-то был элементарный. Все те, кто здесь живут, все знают про эту горку на улице Ленина. Все знают еще ряд таких участков, где город встает. И все, что нужно было, это там по-хорошему посыпать или поставить те же самые тягачи, которые могли вытягивать. Но люди просто не знают, те, кто руководят городом, что у нас есть вот такая горка, что на ней каждую зиму одно и то же случается. Подожди, ну у нас, может быть, пришли новые, приходили и уходили, но приходили новые люди, которые, как ты говоришь, не знают город. Но в основном ведь штат сотрудников, подчиненные, это люди, которые работают здесь годами и даже десятилетиями. Я не очень уверен, что эти подчиненные могут осмелиться слово сказать. Вот в чем вопрос. А что они тогда там делают? Они подчиняются, они подчиненные. Они сидят и, возможно, переживают за свое рабочее место, за свою зарплату, за свою семью. И бежать и кому-то говорить, ты что, товарищ Гутнов, у нас в Кирове там 5-6 горок, которые нужно обеспечить вот в такой вот гололед какой-то помощью. Ну, лучше посидеть, помолчать. Виноват-то будет Гутнов. Вот исходя из практически всех бесед, дискуссий и программ и высказываний экспертов, которые я слышу здесь в нашей студии, я прихожу к выводу, что ни у кого нет рецепта. Что делать для того, чтобы коренным образом изменилась ситуация? Вы, как рабочая группа общественной палаты по контролю со содержанием и ремонтом дорог, у вас есть какие-то конкретные предложения? У вас есть видения или вы слышите такие предложения? Нет, и предложения есть. В том числе даже взять, как сейчас вдруг все зашевелились с эвакуаторами. Юрий Львович Шлеминзон, дай бог ему здоровья, на рабочей группе, на нашей общественной палате, он вопрос задал, в том числе и прокурору, и в общем-то вопрос задал он в массы, скажем так, а почему никто ничего не делает? В чем проблема? Вдруг тут же выясняется, что у нас есть 6 организаций, которые могут оказывать услуги по эвакуации. Вдруг тут же выясняется, и тут вдруг, опять подчеркну, что декада до окончания зимы, и вдруг выясняется, что вариант-то есть, эвакуировать-то можно оказывается, да? А в чем проблема-то? И вот такие обращения и такие случаи. Мы тоже говорили господину Шутинову, который приходил, мы задавали вопросы. Заместитель Гутного. Да, заместитель Гутного, который сейчас ИО, да. Мы точно так же задавали вопросы, мы его спрашивали, скажите нам, пожалуйста, а все ли хорошо у вас в системе контроля за уборкой качества? Он говорит, ну да, все хорошо. А скажите, пожалуйста, а все ли у вас хорошо с GPS-навигацией на автомобилях? Вы точно знаете, кто куда поехал? Да. И на следующее заседание приходит представитель городской прокуратуры и говорит, что выявлено масса нарушений в контроле. Не везде контроль вообще проходит, я уже не говорю о качестве. То есть о качестве мы просили уточнить, просили взять нас с собой вот на процесс оценки качества уборки улиц. Мы уже четвертую неделю ждем ответа на этот запрос. Его просто нету. Мы поинтересовались в прокуратуре, а каким образом мы можем как-то вот этот процесс все-таки запустить. В прокуратуре сказали, ну, если честно, вам ДДХ не обязаны ничего. Ну, вот если они до сих пор вот так и не будут слушать, то тут кто бы не пришел. Я говорю, тут придет 10 Менькиных и 10 Гутновых, но они не хотят слушать. Я помню, когда пришел Менькин, и он все просто хохотали, как он бегал с тетрадочкой, с блокнотиком, и записывал, и спросили, а что это у вас такое за планшетник? Он говорит, вообще, я нарушение записываю, все, буду меры предпринимать. Ничего не произошло. Вот они, каждый приходит со своей, и почему-то не хотят слушать. Видимо, я говорю, что, видимо, приходят с какой-то целью, а не с такой, чтобы сделать хорошо, понимаете? Видимо, есть другая, более глобальная цель. Правильно ли я поняла с твоих слов, что членов рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог не допускают сейчас и не производят совместные с вами действия по, например, контролю уборки? Ну, то, что не допускают, нас, скажем так, никто не выгоняет. Но мы абсолютно не понимаем, не знаем, где и как мы просили предоставить нам хотя бы график, где, в какие дни будет происходить вот эта вот та самая волшебная оценка качества, та самая волшебная, которая у нас до сих пор 4 с лишним балла, при том городе, который мы видим. Мы хотели это своими глазами посмотреть, как это происходит. Нет. Мы не получили ни графика, ни ответа господина Ишутинова на наш запрос. Мы этого ничего не получили. Вот все складывается сразу впечатление какое. Есть что скрывать, правильно? Если мы не хотим показать, как это все происходит, значит, есть что скрывать. А скрывать мы видим, есть что скрывать. Все видят, что происходит на улицах. И при этом оценка 4 с лишним балла. Давай вернемся к вопросу кадровому. Мы сейчас не только о господине Гуднове говорим. Предвещает уход первого заместителя Ильи Шульгина, Александра Ященко. В последнее время его не видно и в информационном пространстве. Ну и такое ощущение, что вообще больше года не выдерживают здесь чиновники, которые приходят на свои посты. Что это такое? Почему в Кирове не хотят работать? Видят какую-то безысходность, отсутствие инструментария, мало денег. Из местных тоже заявителей каких-то таких нет? Кто стоял бы в очередь, чтобы занять вот эти посты? Ну, насколько я помню, зарплаты того же начальника бывшего ДДХ, говорили там чуть ли не 30 тысяч рублей, человек приехал из Москвы сюда. И многие из них, они вообще не понимают. Я вот даже людям рассказывал, я говорю, в рядке свои порядки. Вы не думаете, что здесь вот так вот это все просто? Нет, люди все-таки думают, что нет, не может быть такого. То, что сейчас происходит с Ильей Вячеславовичем Шульгиным, он многие вещи пытается сделать правильные, но делает не так. Вот здесь никогда это, скажем так, не прокатывало. Такие террористические методы, допустим, как с Морозовым, с комплексом, с его горнолыжным. Понятно, есть нарушения. Понятно, и я уверен, я знаю господина Морозова. Это человек, способный общаться и способный и открытый к диалогу. Если неправильный подход, если мы будем действовать такими методами, «Ох, ты не сделаешь это, так мы у тебя снесем и вместе там со всем имуществом». Ну, не катит здесь это. Что мы сейчас видим? У нас сейчас, мы видим и в сети, и везде идет уже информационная война. И уже сегодня я почитал, и мне даже стало смешно, господин Морозов обращается к господину Шульгину, Шульгин там на каких-то, в фейсбуке я это сегодня прочитал, Шульгин на каких-то мероприятиях обращается к господину Морозову. «Товарищи, ну как так-то? Сядьте что в один, что в другой. Почему нет диалога-то? Не могут выстроить диалог. У нас все какими-то делается такими методами. «Ах, ты меня не хочешь слушать? Да, все, снесем, выгоним всех из школы, комплекс снесем и так далее. Вот куда ни клюнь». Как? Это все тоже... Неспособно договариваться. Да. С одной стороны получается все-таки. Ну, получается... Потому что Морозов тоже через соцсети забрасывается. Да, одна сторона, видимо, сидит, «Так ты, парень, не знаешь, куда ты приехал, а у нас в Вятке так, да, а вторая сторона приехала и говорит, «Да мне плевать, как тут у вас в Вятке, я и вот как поссорились Иван Иванович с Иваном Никитировичем». Прервемся на полминуты. Это особое мнение Владислава Крысова, члена общественной палаты Кировской области и журналиста. Да, действительно, программа «Особое мнение» у нас в эфире. Она продолжается. У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает журналист и члена общественной палаты Кировской области Владислав Крысов. Ну вот сейчас, буквально в нашем эфире, в программе «Урбан» Илья Вячеславович ответил на вопрос по поводу эвакуаторов и службы эвакуации. Мы напомнили, что он планировал к этой зиме организовать муниципальную службу для того, чтобы не только подснежников, но и всех, кто паркуется, неправильно эвакуировать. Но это не было сделано, и люди задавались вопросом, а что, собственно, где и почему. Он сказал в нашем эфире, что есть сейчас согласованные действия с правительством Кировской области о перенаправлении части штрафов, которые ГИБДД получает с камер по нарушениям правил автомобилей. Немаленькие очень штрафы приходят, они приходят в региональный бюджет, чтобы они переправлялись частью в муниципальный бюджет для организации как раз парковочных пространств, муниципальные службы по эвакуации и штрафных стоянок. И планируется, что все-таки где-то к осени этот процесс может сложиться в конкретный результат. Вот это хорошая новость. Эта новость очень хорошая. Илья Вячеславович мне не рассказал, почему эта новость созрела в конце зимы. То есть он планировал год назад, да, то есть он планировал, а он не сказал, почему планы не совершились вот к этой зиме. Зима-то снова провалена. И что самое-то печальное, мы пережили эту зиму, да, мы вот ее тут сейчас еще немножко осталось, да, но мы ее пережили. Но это же все оставляет отпечаток на власти. Это оставит отпечаток на Илье Вячеславовича Шульгине в том числе, да. Гутнов приехал, уехал. Если Илья Вячеславович хочет здесь дальше работать, отпечаток этой зимы уже на нем есть. Почему нельзя было это сделать до начала зимы? Это ведь абсолютно... Может быть потому, что вот как раз приходят такие люди на работу, которые не справляются со своими обязанностями. Шульгин говорит прямо, Гутнов не справился. Ну, если вот он не справился еще и в вопросах эвакуации, то это тоже вопрос к Илье Вячеславовичу, а почему он до сих пор-то работал? Конец зимы, я еще раз говорю. То есть зима абсолютно провалена. Она со всех позиций провалена. С крыш, с тротуаров, с дорог, с парковок, она со всех сторон провалена. Я вот сейчас опять к вам шел, и мы друг друг дорогу уступали, потому что тропинка два человека разойтись не могут. Такое ощущение, что вообще все абсолютно, что в городе происходит, от работы частных организаций, управляющих компаний, там, неважно, депутатской деятельности, системной работы по дорожному строительству, это все один человек должен решать, все контролировать, за все отвечать. А все остальные, у нас есть мэр, между прочим, город. Мэр вообще не страшный. У нас есть мэр, целый депутатский корпус, общественная палата и огромное количество чиновников, которые должны выполнять свою работу. Шульгин поручает, разбирает, и дальше должны колесики крутиться. А ты предлагаешь Шульгину крутиться за всех? Нет, я не предлагаю Шульгину крутиться за всех. Я предлагаю создать такую обстановку, когда будут работать. Вот как говорят про хорошего начальника и про хорошего директора. Хорош тот директор, который не ходит на работу, а все работает. Понимаете? Вот это хороший директор. Можно ли за год работы создать такую систему? Я думаю, за год это, конечно, нереально. Это абсолютно нереально, поэтому я говорю... То есть все-таки ты Шульгину даешь. Поэтому я сразу же оговорился. Видно, что он хочет сделать. Другой вопрос, что получается и какие методы. Я не говорю, что человек пришел, сел в кресло, и я не буду работать, платите мне деньги за то, что я Шульгин. Нет, я это не говорю. То есть многие вещи правильные. И по тому же, опять вернемся к комплексу Морозова. Я согласен, что там есть нарушения. Я согласен, что их каким-то образом нужно было убирать. Я согласен даже с той историей с детским садиком, что это нарушение. Но это в том числе и сигнал к власти. Вот, давай мы к истории с детским садиком как раз перейдем. Обсуждение очень яркое. Буквально вчера в дневном развороте у нас были представители и детского сада, и партии ЛДПР, которая вприглась за заведующий детским садиком. Напоминаю, мы говорим о детском садике номер 41, где уволена заведующая, которая приняла на вакантные места, то есть путевки на эти места были выданы, но дети не явились в садик. И нам ЛДПР Кирилл Писный тут пояснял, как складывается такая ситуация. Они сигнализировали еще осенью, что родители получают путевки, но им неудобно в конкретный садик ходить, например, и они их придерживают, пока не поменяются. Так вот, на четыре вакантных места были приняты дети. Вместе с детьми пришли на работу два воспитателя, помощник воспитателя и медработник. И теперь, когда сложилась такая ситуация, и сети менеджера заявляют, что нужно соблюдать закон, увольняют директора, и на грани увольнения вот эти четыре сотрудника, а дети уже в садик не ходят. Чья сторона здесь права? Ян Евгеньевич Чебутарев, например, наш эксперт, юрист, говорит, что Шульгин прав, закон должен соблюдаться. Ты как считаешь? Закон действительно должен соблюдаться. Давайте сейчас просто представим себе историю, если вот каждый так сейчас начнет на своем рабочем месте делать. Я не знаю, там, муниципалитет будет куда-нибудь, без очереди, допустим, все делать, в школах будут и директора тоже. Это я абсолютно согласен. Другой вопрос, что власть, так вы задумайтесь. Вот эта история же старая и давняя. Все знают, что у нас там несколько десятков не хватает сотрудников детских садов. 53 вакантных места. Все это прекрасно знают, да. И каким образом вы их туда собираетесь заманивать? То есть это сигнал к власти такой, что вы должны были эту инициативу сделать. Давайте мы вам какие-то привилегии, давайте мы вам льготы. Льгота была снята федеральная в 2016 году. В 2017 году наше законодательство привели в соответствии с федеральным законодательством и сняли льготу с сотрудников садиков и школ. Здесь, к сожалению, я не могу сказать, могут ли местные законодатели на каком-то уровне, не могут сделать. Это федеральный закон. Это беда и очередной звоночек все-таки власти. Я согласен с тем, что человек не нарушил. Так власти какого уровня все-таки? Ты понимаешь, законодательство изменили на федеральном уровне. Мы разбирали этот вопрос. И понятно, что в Москве, проведя реформу образовательную, прекрасно все сейчас со школами, с детскими садиками, они так посмотрели, возможно, на Москву и решили, что все хорошо, можно уже эту льготу не применять. И отменили. Со стороны членов Государственной Думы, Сената, который представляет регион, ничего сказанного не было. Все дружно проголосовали. И вот теперь мы получаем вот такой отклик. Интересно в этом случае узнать, наши градоначальники, Илья Вячеславович в том числе, насколько они способны к диалогу с нашими депутатами Госдумы, допустим? Могут ли инициировать? А почему градоначальники-то? А депутаты городской думы, депутаты УЗС? Депутаты городской думы. Они до чего? Я согласен здесь. Нет, абсолютно нет. И здесь должны быть какие-то вноситься хотя бы законодательные инициативы, чтобы вот это можно было каким-то образом решить. Это А и Б, все-таки это еще один сигнал о том, что совсем не все в порядке у нас с этими садиками и школами. Скоро со школами такая же история начнется. Она и так уже тихонечко начинается. Скоро то же самое будет. Как ты думаешь сейчас, поскольку эта история такая показательная теперь, очень яркая, как решиться ситуацией и как необходимо было бы решить? К 41-му садику возвращаемся. Не знаю, очень сложно у нас в регионе чего-то прогнозировать, как решиться, а как должна была решиться. И, безусловно, нужно было показать и, я не знаю, наверное, все-таки не таким методом, что увольнять директора, если она не сама по собственному желанию, но показать о том, что есть некие правила и есть законы, по которым должны работать все, это нужно было. Каким образом это сделать? Это все-таки, наверное, уже виднее работодателю этих людей. Но, мне кажется, все-таки не этим. Сейчас у нас, получается, уже будет 55 человек не хватает. Больше, потому что 5 человек уходит. То есть 53 плюс 5, 58. В итоге чего мы добьемся? Да, кстати, надо заметить, что вчера был выложен пост в Фейсбуке. Дмитрий Александрович Курдюмов его выложил зампред по соцблоку. И сказал он о том, что в Государственном совете Российской Федерации рабочая группа создана по направлению образования и наука, куда обошли 64 человека, представили 19 субъектов Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, ректора ведущих вузов страны, представители общественной организации. И вот эту группу по направлению образования возглавил Игорь Владимирович Васильев. Я все вот эти пока цифры слушал, я не понял, чем будет заниматься эта группа. Образование на федеральном уровне. Там можно решить вот этот частный вопрос? Я думаю, что, по крайней мере, инициировать его решение уж точно можно. Тем более, я знаю, что у нас такая проблема. Ну, мы надеемся, что Игорь Владимирович Васильев придет к нам в эфир на следующей неделе, в среду, и мы спросим, чем будет заниматься эта группа. Возможно, это позволит нам более эффективно решать какие-то вопросы. Так, Шульгин. Ньюсмейкер просто, простите. А, кстати, вот еще вопрос, но тоже с подачи Шульгина. То, что партия ЛДПР пикетирует мэрию в защиту заведующей 41-го садика, и вписалась вот в эту историю с садиком, хорошо или плохо. Шульгин говорит, что это плохо, потому что они преследуют свои политические интересы. И точно так же он считает, что ситуация с нашей школой, она тоже политизирована, туда тоже вписалась партия, и это неправильно. А ты как к этому относишься? Не знаю, партия может вписываться, может не вписываться. Чем здесь в этом случае поможет пикет? Или все-таки это должны быть какие-то запросы и опять же-таки диалог? А вот все, что касается пикета, у меня здесь больше видится все-таки политика, а не конкретная данная ситуация, потому что я вот даже вспоминаю тот пикет, который был у городской администрации против мусорной реформы. Ну, вот это чистая политика была. А вот то, что произошло 17-го числа, в воскресенье, в какой-то партии. Меня очень сильно порадовало то, что там, по крайней мере, было больше конкретики и меньше политики. По крайней мере, организатор это очень сильно пытался сделать. И я это наблюдал. Старшие советы по домам были. Да, и это очень сильно меня порадовало, что там политики было меньше. Там было больше конкретики. Отношение властей. Шульгин заявил, что все эти митинги и пикеты говорят о том, что у нас есть неравнодушные горожане, которым не все равно, как это происходит. Митинги, наверное, далеко не последние. Я думаю, мы будем находиться в постоянном диалоге. Это что-то новое или традиционное? Мне кажется, это традиционное такое... Ну, а что он должен был сказать? Он должен был сказать, что безобразие митинги, это нехорошо и вообще плохо все это. У нас была такая традиция запрещать митинги, не давать возможности там провести, сям провести. Вот только КПРФ на моей памяти как-то получалось. Давайте будем тогда считать, что это хорошо, но я не уверен совсем, что здесь... Ничего особенного. Да, по крайней мере, здесь была такая информация, что этот митинг в том числе. Я не утверждаю, что она правдивая. Что этот митинг в том числе хотели не дать провести, но была указка сверху, что ребята... С федерального? Да, с федерального, что ребята... Пусть митинг будет. Не трогайте, митинг пусть будет. Ага. Прервемся сейчас на полторы минуты и перейдем к заявлению с Следственного комитета по Кировской области, который говорит, что будут проверять и проверять каждого чиновника, который оставил свою подпись под документами о передаче земли у Парка Победы. Продолжается программа «Особое мнение». Вы слушаете особое мнение члена общественной палаты Кировской области журналиста Владислава Крысова. Прежде чем перейдем к Парку Победы и заявлению Следственного комитета, все-таки нужно добить мусор и резолюцию митинга 17 февраля, который прошел у нас в Гайдпарке. Одним из пунктов резолюции, которую составили митингующими, один из пунктов звучит так. Нужно заморозить мусорную реформу на территории Кировской области. Шульгин же говорил, когда сказал, что нужно находиться в диалоге с митингующими, с жителями, и нужно поправлять, и есть возможность поправлять мусорную реформу в ходе ее. Ты на какой позиции находишься? Ты считаешь, что нужно продолжать мусорную реформу и поправлять, или все-таки заморозить? Если заморозить, то непонятно, что произойдет, а если поправлять, то тогда тоже очень даже смешно получается. Если ее сейчас внедрять и поправлять за те деньги, которых людей заставляют платить, а их именно заставляют, то непонятно вообще за что. Вчера господин Медведев у нас на всю Россию заявил, ай-яй-яй, ребята, нельзя ни в коем случае, причем, видимо, тоже не до конца ситуацию понимает. Как это так? Если в системе вывоза мусора ничего не поменялось, фактически, как происходит у нас, а люди стали, пусть немножко, но платить меньше, немножко, у нас у некоторых в пять есть люди, которых в десять раз больше стали платить, о каком немножко идет речь, при том, что ничего не изменилось. И он сделал очень такую оговорку хорошую, что он сказал, при этом ничего не поменялось, если, так это все, что, вот это все, как у нас. По крайней мере, вы внедряйте дальше, но не делитесь людей такие деньги, пока вы не можете их обосновать. То есть и тут же показывают после Медведева везде опять сюжет, там где-то, по-моему, в Челябинске или где-то, мега-мусоросортировочный завод, которым прям все пакуют, вот тут пластик отдельно, картон пошел. В Чебоксарах тоже, они прямо ролик сняли социальный, где все показывают. Там люди, по крайней мере, понимают, за что платят. Да, там социальные ролики, люди, вот сейчас давайте снимем у нас социальный ролик, за что мы платим за мусор. Светлана, вы предполагаете, какой это может быть ролик? Да загляните в любую соцсеть, все с этим роликом станет ясно. То, что ничего не поменялось, и люди возмущены, за что. Сейчас уже абсолютное большинство практически говорит, мы согласны платить. Объясните, за что и почему такая цифра. Ну, эти запросы были с самого начала, и они, да, к сожалению, до сих пор в повестке. Переходим к заявлению Следственного комитета по Кировской области. Вот какие комментарии по делу Парка Победы были даны Айратом Ахмедшиным, руководителем Следкома по нашему региону. Каждого чиновника, кто оставил свою подпись под бумагами, я поясню о Парке Победе, мы отработаем со всем комплексом оперативно-розыскных мероприятий совместно с нашими коллегами из УФСБ. Каждого фамилию сейчас называть не буду. Кто принимал в этом участие, начиная с 2007 года, отрабатываем результаты будут, со временем вы все узнаете. Ну и тут некоторые депутаты городской думы прогнозируют, что новые и новые уголовные дела будут появляться. Это очень здорово, хотя бы даже потому, что это может войти в некий, вот вся эта история может войти в некий букварь для правителей нынешних, и для правителей будущих, что, что бы вам ни обещали, и чего бы там ни происходило, вы можете отвечать за это уже спустя годы. На самом деле там, может быть, уже в то время, когда вот этот кусок Парка Победы продали за копейки, кто-то пяткой перекрестился, ух, пронесло. Да, но вот не пронесло. Вот это войдет в букварь. Пусть в следующий раз люди, те, кто будут управлять городами, управляют сейчас, они думают, прежде чем что-то делать, что все равно когда-то возмездие придет. В этом смысле это очень здорово. Не знаю, что там будет уже дальше, я глубоко сомневаюсь, что эти деньги вернут, которые город недополучил. Но вот это обязательно нужно довести до конца, до какой-то логической точки. Денис Ерохин, депутат Городской думы, у нас здесь тоже в программе особое мнение, заявил, что он считает, что главный человек, который во всей этой ситуации виноват, должен уже сидеть, и в его дверь постучат. Он говорил о Владимире Васильевиче Быкове, который сейчас возглавляет областное законодательное собрание и переизбран на новый срок как секретарь Единой России по Кировской области. Ты считаешь, что постучат в дверь, вот ты тоже сказал про топ-менеджеров, про главу города, он был главой города в этот период времени, постучат и надо ли стучать в эту дверь, пока его фамилия вообще никак не фигурирует в заявлениях СК? Соответственно, и мы сейчас тоже не можем ни о чем говорить, пока ничего не доказано следствием, даже тут никаких оценочных суждений говорить не нужно. Хотя в свое время я несколько раз делал сюжеты, и я был абсолютно согласен с теми, кто обвиняли Владимира Васильевича в том, что произошло. Если человек положил не в свой карман, это не значит, что он сделал хорошо. То есть произошло то, что произошло. Город фактически чуть не лишился этого парка. И произошло это во время его руководства, во время его руководства. Постучат к нему в дверь или нет, это в зависимости от того, как поработает у нас следствие, которое, я так понимаю, еще до сих пор продолжается, и те самые подписи, и, я так понимаю, эти люди будут давать показания. И вот что скажет следствие, что скажет суд, ну, посмотрим. Опять же таки предугадать здесь очень сложно. Мы уже эту историю сколько? Долго. Очень долго. Скоро уже будем думать, сколько живем, столько и разбираем эту историю. Продолжается программа «Особое мнение». У нас в студии Владислав Крысов. И возвращаемся к вопросу образовательных учреждений. На данный момент в поездке у нас наша школа. Это частная школа, которая занимается по вальдорфской системе. 50 с лишним учеников. И здание, которое не занимает на улице Гайдара, необходимо сейчас городу для того, чтобы там открыть детский садик. Во исполнении указов президента и ликвидации очередей в детские сады. Школа говорит о том, что они находятся под угрозой закрытия, поскольку предложенный им вариант не позволит вовремя сделать ремонт и получить лицензию. Илья Вячеславович Шульгин вот только что в эфире сказал, что муниципалитет в своем праве, и они имеют право расторгнуть договор, и есть необходимость и большая социальная напряженность, и нужно открывать детский садик. А наша школа – это частные учреждения, и это их проблемы, где они будут размещаться. Ну, начнем, во-первых, с того, что вообще руководителям этой школы, организаторам низкий поклон за то, что такая школа есть. Потому что если она частная, я так понимаю, там детки занимаются за деньги. Если детки туда, детей туда приводят за деньги, и это востребовано, значит, то качество образования и то качество услуг, которые предоставляет эта школа, она востребована. Так не поклониться ли все-таки низко в пояс руководителям за то, что они создали такое учреждение? И уж тем более смешно гнать их куда-то, как они утверждают, до грани закрытия. То есть и решать проблемы одних деток за счет других деток – это, ну да, по количеству мы здесь можем посчитать. Там выиграют 200, здесь проиграют 40, у тех семей и у этих семей. Но сам выбор, сам по себе, он смешной. Он смешной и грустный. Он смешной не как цирк Шапито, он грустный. Понимаете, он вот… Я вообще не понимаю, как до такого можно было. Ищите где угодно места, ищите где те здания, про которые там тысячу раз говорили, что там в 2000-е годы передали там всяким частным фирмам и так далее, когда садики стали не нужны. Копайте туда. Насколько я понимаю, там еще какое-то здание, недавно тоже была история, там какая-то охрана сидит. А сегодня два вопроса было по этому зданию. Шургин ответил, это здание на Казанской, что, к сожалению, с годами здание перестроено, и отрезаны участки земельные, невозможно там сформировать участок, необходимый для учебного заведения. То есть вот эта охрана, как сидела, там и будет сидеть. Ну, значит, вопрос диалога здесь все равно должен быть делать. Ну, не может быть, что нет никаких вариантов, что сделать. Где построить садик или куда перевести эту школу в подобающее помещение. И, по крайней мере, я, насколько знаю, там люди и денег немало вложили для того, чтобы учебный процесс обеспечить в этой школе. И, насколько я слышал историю, что там чуть ли не в баню их там собирались, в бывшую баню там переселить и так далее. Но это с новой издержки прошлой власти. То есть прошлая власть дала, правильно, на каких-то основаниях. И сейчас решать проблему одних детей за счет других детей, это совершенно, на мой взгляд, неправильное решение. Владислав Крысов, это его особое мнение, мы с вами слушаем. И хотелось бы пару слов все-таки поработать группы, которые контролируют дороги и ремонт в этом году. Как-то вас не слышно, товарищи. Как-то в прошлые годы активность была чуть не ежедневная, соцсети завалены походами и проверками, и фотографиями. Вы вообще собираетесь? Нет, почему походы и проверки, и соцсети, в принципе, все это есть, это никуда не делать. Мы не видим. Мы собираем, ну, на самом деле их всего еще заседаний у нас было два. Поэтому здесь каким-то образом какие-то результаты ждать. Мы начали работать фактически с января месяца. Сейчас у нас там февраль. И я не считаю, что показателем в этой работе является наличие в соцсетях объема информации. Пишется из этих вот даже двух заседаний, у нас уже там написано, наверное, с десяток запросов всевозможных. Мы не хотим, чтобы это превращалось именно в работу соцсети. То есть это изначально, мы даже уже это, когда собирались и на предварительное заседание, мы не хотим устраивать из этого шоу. То есть поэтому мы вообще-то стараемся общаться и с людьми. У нас было вот по нашему же приглашению и прокурора, господин Ишутинов, один раз тоже пришел замечательно. Спасибо, молодец. К нам приходят люди, недавно у нас были и таксисты с нами общались, и все. То есть мы общаемся. Ну тогда мы в ближайшее время вас пригласим в Дневной разворот активом рабочей группы для того, чтобы вы все-таки рассказали, а у нас не в соцсетях, а то рассказали здесь, в этой студии, о том, что у вас в планах и что уже сделано. Спасибо. Программа «Особое мнение» завершена. Сегодня ее вела Светлана Занько, а свое особое мнение высказывал Владислав Крысов. Спасибо.